Первым делом хочу сказать, что в процессе установки датчика на мотоцикл, выявилась одна очень важная особенность этого датчика. Один из проводов датчика звонится на корпус датчика. Это значит, что при испытании датчика схема подключения не очень корректна. Потому что, грубо говоря, на мотоцикле радиаторы тоже звонятся на массу. Значит, кто ничего не понял, объясняю. На датчике провода одинаковые, и с помощью мультиметра нужно найти провод, который звонится на корпус датчика. Проверяем сначала нижний, ноль эмоций. Проверяем другой, вот он начинает звониться. То есть вот этот провод и корпус датчика, они соединены. И этот провод, который звонится, будет у нас минусом. Чтобы не забыть, кусаем его немножко. И делаем его более коротким. И схема подключения уже выглядит следующим образом. Плюсовой красный провод от вентилятора мы подключаем к плюсу аккумулятора. Минусовой черный провод от вентилятора мы подключаем к проводу датчика, который не звонится. А провод от датчика, который звонится, мы подключаем к минусу аккумулятора. Напомню, в прошлом видео я рассматривал несколько вариантов автоматических датчиков включения вентилятора и остановил свой выбор на таком вот датчике, который стоит очень дешево, практически ничего не весит и с заявленной феноменальной нагрузкой аж целых в 5 ампер. Вконтакте в группе Forsage 450 насчет датчика включения было бурное обсуждение и было высказано мнение, а почему бы не использовать датчик включения от автомобиля ВАЗы и даже было показано, как все это выглядит и установлено на мотоцикле. Ну во первых, чтобы использовать датчик от автомобиля ВАЗы, нужно заказывать у токаря специальный переходник. А это естественно лишние расходы, далее вся конструкция получается слишком громоздкая и по моему мнению слишком тяжелая. В той же группе ВКонтакте был выложен рисунок с направлением циркуляции тасола в мотоцикле Honda CRF. По этому рисунку видно, что самый горячий тасол поступает из головки двигателя в левый радиатор в верхнюю его часть, дальше стекает вниз по сотам и возвращается обратно к помпе. Между левым и правым радиатором есть специальный переходник, по которому тасол поступает в правый радиатор, также стекает вниз по сотам и уже охлажденный возвращается обратно в помпу. Итого получается самое горячее место, это верхняя часть левого радиатора. Самое холодное место получается нижняя часть правого радиатора. Вот именно здесь находится сливная пробка. Вот именно сюда у меня был вернут датчик температуры. И на видео видно, что тасол у меня кипит при 100 градусах. 102 градуса слышу, как булькает тасол. Газовался в гробе, все вскипел 100 градусов сразу же. Хотя тасол не должен кипеть при 100 градусах, он должен кипеть чуть побольше. Тасол до датчика остывает немного. Потеря в этой точке приблизительно составляет минимум 10 градусов. И если мы хотим, чтобы вентиляторы включались при 80 градусах, датчик включения вентиляторов, который вворачивается, нужно покупать с учетом потери температуры. А это получается 70 градусов. В контакте в обсуждениях этого датчика мне был подсказан и показан один из вариантов установки такого датчика. Я рассматривал немного другие варианты, однако подсказанный вариант показался мне самым удобным и самым практичным. Итак, смотрим видео установки дорогого комплекта на мотоцикл КТМ, где чувак в черных перчатках сует плоский датчик температуры между сот радиатора. В моем случае получается все довольно легко и просто. И это нужно сделать в самом горячем месте, то есть в верхней части левого радиатора. Тогда температура тасола и температура срабатывания датчика будут максимально равны. Однако просто засунуть датчик в радиатор не совсем по феншую. Между сотами и датчиком может попадать влага, грязь, все это дело будет засыхать и создавать дополнительное препятствие для нагревания датчика. Прежде чем запихать датчик в радиатор, нужно обмазать его теплопроводной пастой. Термопаста продается в таких вот шприцах, в основном она белого или серого цвета. Думаю в нашем случае подойдет абсолютно любая термопаста, даже самая дешевская. В ближайшем ко мне магазине электроники самая дерьмовая и дешевая термопаста стоит 250 рублей. И вес этой термопасты в шприце всего 3 грамма. Кому доступны магазины электроники NYX, то там стоимость такой же термопасты всего 93 рубля. На Алиэкспресс выглядит все гораздо приятнее. Стоимость термопасты в шприце весом 30 грамм стоит 58 рублей. Стоимость более крутой термопасты и весом в 5 грамм 49 рублей. Так что кто не торопится с организацией охлаждения, то лучше все комплектующие заказать заранее в Китае по более дешевой стоимости. Еще лучше будет обмазать наш датчик специально теплопроводным клеем, стоимостью аж 230 рублей за 3 грамма. Ну и по ценам опять такая же картина. В DNS термоклей стоит 230 рублей за 3 грамма, в NYX этот же клей стоит 116 рублей, на Алиэкспресс два тюбика термоклея весом по 5 грамм каждый. Стоит 84 рубля за 2 штуки. Итак, для внедрения датчика я выберу вот это место. Оно находится рядом с самой горячей точкой радиатора и рядом со шлангом, за которым можно будет закрепить провода. Аккуратненько расширяю соту, чтобы туда влез датчик. Далее беру ушную палочку, макаю его растворитель и протираю расширенное отверстие внутри радиатора. Это нужно, чтобы удалить грязь и чтобы термоклей лучше приклеился. Выдавливаю немножко термоклея на очень тонкую отвертку и обмазываю внутри расширенного отверстия. Обезжирил и помазал термоклеем сам датчик и вот так аккуратненько его туда засовываю. Ну а с лицевой стороны радиатора соту, куда я воткнул датчик, я сплющу, чтобы в это отверстие не попадала влага и грязь. На припаянные к датчику провода я одену дополнительную изоляцию, специальную термотрубочку. Ну на ходу конец можно изолентой. Ну и в качестве дополнительного крепежа провод от термодатчика я прикрепил к шлангу обычной стяжкой. Так вот, выключился, видим 57-58 градусов. Еще информация по поводу датчика. На Алиэкспресс, где продается этот датчик, внизу страницы появились новые отзывы. И вот чувак из России пишет, что он договорился с продавцом и он ему выслал разные датчики. То есть датчики с разной температурой срабатывания. К сожалению, я об этом не догадался. А те, кто будут заказывать, лучше списаться с продавцом и попросить у него выслать разные датчики. Алиэкспресс Алиэкспресс